прохладно васенька ребят плюс 4 время 8 утра до меня несет с утра пораньше я ну я на проводе вчера позвонил мне мой сосед луиджина говорит я убрал твои помидоры убрал палки все убрал я говорю ой как вы молодец так я три дня дома сижу уехала на сицилию и заболела мама они туда приехали в больницу их не пускают скоро обратно вернуться я говорит стал домашний никуда не хожу делать было нечего я тебе еще и помидоры собрал я помидоры я уже сама все собрала говорит посмотрим если какие-то не такие то выбросишь а если такие то покушаешь естественно у него закончилась вину и его благородный напиток а я вчера естественно подъехала к лидал глянула на толпу машин парковаться не как всегда проехала сегодня утром надо ехать ехать покупать потому что и он без благородного напитка ну и я сегодня воскресенье вчера вечером пишу своему на сяльнику сообщение говорю ну что воскресенье у меня выходной выходит стефания на работу не выходит ты же говори а да 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 она выходит на работу все все в порядке спасибо за прошлое конечно спасибо что карман не положишь ну так ты же сообщая то я сегодня уже собиралась ехать на работу представляете так что поеду сейчас проведаю свою терезу выпью чашечку хорошего кофе ну это так чисто чтоб проведать как она себя чувствует вчера ей было очень так ну не совсем комфортно ну скажем так в пиццерии где она работает тоже несколько человек заболели поэтому она заменяет и того и того и другого и у нас на работе и там на работе короче она развал полный ну это это напряжёнка ребята лишняя работа это напряжёнка кто-то заметил что андрюшка тоже да такой тоже напряжёнка тоже на работе все больные пройдёт всё быстро проходимое гриппта и гриппта вот так что сейчас я еду попью кофеёчку и поеду в лидл на закупочку с утра пораньше потому что днём там опять будет такая толпа людей дали какая погодка серые 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 у нас ночью шёл дождь с дому выехала было плюс четыре здесь уже плюс шесть только поменяла район это называется ребята попыла кофейку хорошо что приехала у терезы машина скажем так не поломалась а вода горячая есть пар есть кофе немало кофе не делает недостаточно давления для того чтобы продавить чашечку кофе я говорю может помол кофе не тут потому что как меняется температура меняется всё нет я пробовала но тоже я попробовала помол кофе в общем сделала короткое видео отправила мастерам но сегодня же воскресенье радостный день я говорю так дело еще одно видео отсылай на сяльнику тут сидит бомжик ему надо уехать с правой стороны ему надо уехать на сицилию пришел к нам в бар попить кофе тараза говорит машинка поломалась не могу тебе дать бесплатный кофе а у него на голове была такая знаете как тряпочка как полы моют как парик ой наржались в общем такие ребята дела решила кофейку попить то не удалось так что еду я в свой лидл посмотрим что удастся сделать там я говорю тараза ну чё ты не отправляешь на сяльнику сообщение так он спит ну так блин буди его шо ж ты бриоши напекла и стоишь я говорю капучино делай кофе с молоком макиято делай потому что ну да там меньшая порция кофе как бы получается но и тем не менее это уже кофейный напиток тут не важно вот я говорю хоть бриоши продашь она стоит в растерянности не знает что ей делать говорит не стала тебе звонить потому что я потому что понятно я сама почувствовала что надо прилететь я говорю просто это почувствовала хорошо что еще с утра мало людей ну в общем как то так как всегда 23 января на дворе у нас сейчас так чтобы не съехать видите под домом точно не пришли поезд едет смотрите видали зацвели розы в саду у тети Лили шиповник надо попробовать вот он меня вы понимаете прям раздражает такой крупный шиповник ну как такое может быть такой крупный шиповник ребята прям как яблоки обалдеть ну и зеленая трава вчера тут у меня сосед прыгал как акробат тоже убирал свой огород вот снимаю сейчас сниму ребята сегодня потратила кучу гроши а что вы думали наконец-то наконец-то сразу покажу вот это для работы сельдерея у нас и дынька это для себя любимой дома покажу ну и луиджи наш не обделила ну что ребятки покупочки так сразу скажу луиджина вино подорожала на 2 с копейками евро но это 6 упаковок и так купила себе голубику сколько у нас мертили мертили 3 евро но здесь много здесь по моему 250 грамм но не так уж и много кепирчик по 69 евро центов за за бутылочку здесь по пол литра 480 так купила себе такую тизану это типа типа чай ортика это значит ортика это крапива так из этого не знаю что такое Рибеснер сейчас прочитаю в общем вот такие вот травушки муравушки 99 евро центов понятно что это с пакетика но тем не менее для разнообразия чая подойдет так купила себе наконец-то на обед такую рыбку 10-90 в общем практически 20 евро килограмм здесь полкило 4 филеечки такие сегодня две завтра две яблочки себе взяла яблоки тоже не из дешевых 2,29 а тут их всего-навсего сколько не пишите чего не пишите чего вес не указан 850 грамм даже даже не килограмм то есть где-то 250 килограмм но они вкусные такие знаете плотные шампуньку по дешевке купила евро 60 фрутис мне нравится и запах приятный так хорошая вот эти мочалки которые у нас аква сапуны стоят больше 2 евро здесь они 99 копеек они очень хорошо все все вымывают вот где же она у нас вилега но если правильно цену увидела то так оно и стоит вилега видели я на работе такими все мою дома коврик удобно чистить у кого там кошечки знаете оно как скребок оно собирает все с себя немецкое масло купила тоже даровое больше двух евро пачечка но здесь 250 грамм вот масло это хорошее буру tedesco это сущая ерунда это перекись водорода всегда пальцы режутся должна стоять и минуточку чао-чао-чао-чао-чао минацина потому что я минуточку cerveон и минуточку sehe минуточку на минуточку кофе, кофе, гниакуа я попробовал увидеть кастрюлью, но это не было ничего не сделать она также попробовала звонить Лу он сейчас он dormит я не знаю я не знаю если вы можете intervenить или нет или я у него у тебя треза и я вам благодарю так что я слышу так что я слышу я сделаю спасибо тебя спасибо 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 Воскресенье, радостный день. Ребята, это у меня часто случается, поэтому я уже на это даже внимания не обращаю. Так, значит, дошли мы до спунья маджика. Это я давно уже хотела купить. Говорят, что стирает всю грязь. Депшу не было. Их тут у нас две. С одной стороны она белая, знаете, как где-то, где-то что-то, то ли на стенке. Она должна стираться всего. В общем, 99 евроцентов купила я эти спунеты. Я проверю их в работе. И вот такая вот штука. Давно хотела купить. Это типа обезжириватель, отмыватель всего. И их вот этих коробочек, там три вида. Сколько оно стоит, это V5. Но что-то не очень дорого. Полиция спуня. Евро 99. То есть 2 евро. Тут его пол килограмма. И я сделала фотографию. Есть черт. горная баночка. Есть голубая баночка. И вот такая вот баночка. Смотрите, здесь есть вот такая субстанция. Видите? И здесь есть своя мочалочка. То есть мочалочка очень интересная, кстати, такая приятная. Ты раз и помыл. Вот в черной упаковке для газовых плит, для электроповерхностей. Это то, что у меня на работе мне надо было. Вот это более такое универсальное, но для всего. И для посуды, и для ванны, и даже для обуви. Нарисована обувь. То есть сковородка, кран и обувь. То есть универсальное средство. Не пшик-пшик, а вот в пасте. И голубое. А для чего было голубое? Я вам поставлю фотографию. Там на фотографии тоже написано, для чего оно. Поэтому вот такие вот, ребята, покупочки. Сейчас я быстренько начинаю заниматься уборкой. Пока мой Луиджейна ушел, пригласили его на обед. Вот. Его женщина еще не вернулась, но сын этой женщины. А я говорю, о, как раз ты меня освободил квартиру, я возьму слой фолето и пойду тебе помою полы. Так что вот так вот. Ребята, вот это я проверю. Я вам просто доложу. Если мне дома не надо, ну что я дома пачкаю? Заберу на работу. Ну, сами понимаете. Рабочий человек, он везде рабочий. Вот. Так что эти мочалочки тоже мы проверим. Это мы покушаем. Все. Всем пока. Увидимся завтра. Протерла самой обычной тряпочкой. Без моющих, влажной. Вроде ничего нет. Беру губку и начинаю вытирать. Сразу становится на тон светлее. Смотрите. Я не могу сказать, что у меня мебель грязная. Я же ее протираю. Но результат. Без моющих средств. Без ничего. Представляете? Правда, эта губка в моих руках, она уже сразу и лопнула. Да, ребята, это что-то странное. Ее, конечно, надолго не хватит. Но и тем не менее. Смотрите. Вы видите, какие-то получаются полоски. Это что? У меня получаются стульчики грязные. Странно. Я же их протираю, когда уборкой занимаюсь. Это кожзаменитель. Это не кожа. Поэтому мочить я их, конечно, сильно не мочу. Гляньте, сколько грязи. Откуда она берется? Потом еще раз протираю тряпочкой. И все. Обалдеть.